Привет, друг! Сегодня я хотел бы обсудить такую полусерьезную тему, как экономия при использовании электронных сигарет. На эту идею меня наполкнули разнообразные счетчики, которые часто бывают в подписях у людей на форумах, посвященных вейпингу, если кто-то видел. Такая линейка, на которой написано, сколько сигарет не выковырено на текущий момент и сколько на этом сэкономлено денег. И мне стало интересно, сколько же на самом деле составляет экономия при переходе полностью на пар. Сразу скажу, мы будем брать самые общие значения, самые грубые, ну для наглядности. Путем нехитрых подсчетов получаем, что средний курильщик выкуривает сигарет на примерно 37 тысяч рублей в год. Если же мы посмотрим на рынок электронных сигарет, то обычно новичок приходит в парение с покупки девайса, который в среднем будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. И если использовать готовые покупные жидкости и готовые испарители, конкретно на расходнике, у нас получается в год в районе как раз 30 тысяч рублей. То есть если использовать готовые покупные жидкости среднего качества и готовые испарители, то мы получаем, что фактически вейпинг по цене равносилен курению. То есть экономия там может быть и есть, но она очень-очень небольшая. Однако не стоит забывать, что вейпинг очень быстро, ну по крайней мере у меня, да и у многих людей в целом, переходит из разряда заменителей просто сигарет уже в ранг какого-то хобби, какого-то увлечения. Люди приходят к намотке своих собственных спиралей, приходят к замешиванию своих жидкостей. И там уже да, получается, что все расходники стоят очень мало. Их можно по сути даже и не считать. Проволока, вата, это реально стоит недорого, продается в больших объемах. Что же касается самозамеса, то отдельно купить пропиленгликоль, глицерин и никотин, это тоже недорого, поскольку они продаются в таких больших, здоровых таких канистрах. И хватает их, ну как вы понимаете, действительно надолго. С ароматизаторами дело обстоит чуть по-другому. Если вы хотите повторять какие-то рецепты, то на ароматизаторы все-таки придется иногда тратиться. Потому что, например, те же ТПАшки стоят в среднем рублей 200 и уходят на каждый замес в среднем от полутора до двух миллилитров. Ну, примерно так. Может быть больше, может меньше. Получается, что при использовании самозамеса и своих намоток, единственной вашей статьей расходов большой и сопоставимой, остается именно покупка хороших, качественных ароматизаторов. Но не стоит забывать о такой вещи, как сами девайсы. То есть, лично я за последний год сменил, если конкретно, то три мода. Сейчас у меня третий за год мод, а также второй бак. Ну и плюс я прикупил дрипку, но она стоила абсолютно недорого. Однако сейчас ко мне уже едет мой четвертый мод, третий бак. И в скором времени я планирую заказать себе еще одну дрипку, а может и две. Благо, что на фастеке все это стоит весьма и весьма недорого. Заказывается удобно, оплачивать тоже удобно. Ну, единственное, что стоит немного подождать. Кстати, если вас интересует заказ всяких ништяков с фастека, скоро будет видео-гайд по этому делу. Так что, если вам будет интересно, скоро такое видео на канале будет. Итак, что же у нас получается? А получается то, что экономить на электронных сигаретах у вас получится только, если вы будете покупать за год, ну, один, либо два девайса, а также использовать собственные намотки и самозамес. В противном случае вы не то, что не будете экономить на этом деле, вы, скорее всего, будете тратить больше, чем тратили на сигареты. Но, как мне кажется, все-таки стоит помнить о такой вещи, как здоровье, как комфорт окружающих вас людей, многие из которых могут не переносить табачный дым, но которые вполне не против запаха вкусного пара. Вейпинг лично для меня представляет собой не просто какую-то замену обычным сигаретам, но и какой-то новый мир, какое-то новое увлечение. Я знакомлюсь с людьми, которые также увлечены им, там, смотрю смешные картиночки и мемасики в пабликах, и мне все это очень и очень нравится. В заключение хочу сказать, что все-таки в эти счетчики с экономенных денег на сигаретах, наверное, стоит туда добавить строчку с потраченными деньгами на девайсы и жидкости. Так, мне кажется, будет более справедливо. Даже если бы парение по своим расходам в два раза превышало курение обычных сигарет, я бы все равно на него перешел, потому что это того стоит. Меня зовут Максим, всем пока! Конкретно то три мода, сейчас у меня третий за год мод, а также второй бак, ну и плюс я прикупил дрипку, но она стоила абсолютно недорого. Однако сейчас ко мне уже едет мой четвертый мод, третий бак, и в скором времени я планирую заказать себе еще одну дрипку, а может и две. Благо, что на фастэке все это стоит весьма и весьма недорого, заказывается удобно, оплачивать тоже удобно, ну и единственное, что стоит немного подождать. Кстати, если вас интересует заказ всяких ништяков с фастэка, скоро будет видеогайд по этому делу, так что если вам будет интересно, скоро такое видео на канале будет. Итак, что же у нас получается? А получается то, что экономить на электронных сигаретах сигарет на примерно 37 тысяч рублей в год. Если же мы посмотрим на рынок электронных сигарет, то обычно новичок приходит в парение с покупки девайса, который в среднем будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. И если использовать готовые покупные жидкости и готовые испарители, конкретно на расходнике, у нас получается в год в районе как раз 30 тысяч рублей. То есть если использовать готовые покупные жидкости среднего качества и готовые испарители, то мы получаем, что фактически вейпинг по цене равносилен курению. То есть экономия там может быть и есть, но она... Привет, друг! Сегодня я хотел бы обсудить такую полусерьезную тему, как экономия при использовании электронных сигарет. На эту идею меня наполкнули разнообразные счетчики, которые часто бывают в подписях у людей на форумах, посвященных вейпингу, если кто-то видел. Такая линеечка, на которой написано, сколько сигарет не выкварено на текущий момент и сколько на этом сэкономлено денег. И мне стало интересно, сколько же на самом деле составляет экономия при переходе полностью на пар. Сразу скажу, мы будем брать самые общие значения, самые грубые, ну для наглядности. Путем нехитрых подсчетов получаем, что средний курильщик выкуривает в здоровых таких канистрах и хватает их, ну как вы понимаете, действительно надолго. С ароматизаторами дело обстоит чуть по-другому, если вы хотите повторять какие-то рецепты, то на ароматизаторы все-таки придется иногда тратиться, потому что, например, те же ТПАшки стоят в среднем рублей 200 и уходят на каждый замес в среднем от полутора до двух миллилитров. Ну, примерно так. Может быть больше, может меньше. Получается, что при использовании самозамеса и своих намоток, единственной вашей статьей расходов большой и сопоставимой, остается именно покупка хороших качественных ароматизаторов. Но не стоит забывать о такой вещи, как сами девайсы. То есть, лично я за последний год сменил, если очень-очень небольшая. Однако не стоит забывать, что вейпинг очень быстро, ну, по крайней мере, у меня, да и у многих людей в целом, переходит из разряда заменителей просто сигарет уже в ранг какого-то хобби, какого-то увлечения. Люди приходят к намотке своих собственных спиралей, приходят к замешиванию своих жидкостей. И там уже, да, получается, что все расходники стоят очень мало. Их можно, по сути, даже и не считать. Проволока, вата, это реально стоит недорого, продается в больших объемах. Что же касается самозамеса, то отдельно купить пропиленгликоль, глицерин и никотин, это тоже недорого, поскольку они продаются в таких больших...